Итак, идите научите все народы. Этому Божьему повелению и последовал Телл Осборн, которого Господь призвал 59 лет назад проповедовать Евангелие. На протяжении такого длительного служения Богу Телл Осборн проповедовал 80 странах миллионам людей. Сейчас этот всемирно известный евангелист приехал провозгласить Евангелие Христа и в Украине. Во время пребывания в нашей стране с 20 по 23 июля Телл Осборн провел семинар «Жизь чудес» на тему «Связь со Христом». На этом семинаре он раскрыл некоторые важные секреты, которые он приобрел за свое более чем полувековое служение миру для всех национальностей и рас. На этом семинаре были открыты тайны апостольского служения лидерам и верующим всех церквей. Мы верим, что вы будете благословлены во время просмотра этого семинара, и он изменит вашу жизнь. Иисус шудни бог, он начал проповедовать мираву и евангелизация 48 года, 48 года, 48 года. Наверное, моя мама даже не думала, что она выйдет из-за, потому что она не будет меня рожать. А человек уже в служении. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы мы видели это как везо, и как эстафету, которая передается нам, нашему поколению, чтобы мы продолжали двигаться и ходить с Иисусом. Аминь. Он передает нам эстафету, и как мы молимся, что Бог даст доктору Озбону провести здесь именно евангелизацию, крусейд. Это его кредо вообще, это его самое... Я жду этого дня, я мечтаю об этом. И поэтому я хочу объявить еще раз, что завтра, это четверг, и утром не будет собрания для всех, как сегодня, будет вечером. И доктор Озбон хочет молиться за людей вечером, за нужды людей. Но пока мы поклонались Богу здесь, я все равно знаю, что даже если он не будет молиться сегодня, здесь есть Божий, помощь за ними на исцеление. Бог все равно будет исцелять людей. Просто я получу это слово, пока я здесь. И поэтому даже слушая слово, Господь прикоснулся к вам. Но завтра вечером, это будет последнее собрание, и он еще молится за нужды тогда. Но завтра утром только будет встреча с пастырями и служителями, и учителями, и евангелистами, и пастыря. Чтобы просто... Это не будет проповедь как таково, но будет просто беседа. А перспектива приезда организовать массовую евангелизацию на Украине. Поэтому не думайте, что вы теряете что-то сильное. Это, в принципе, такие вопросы административные для пастыря. Хорошо? Потому что многие уже подходят ко мне, может, да мне, может, да мне. Мы можем пустить вас, и вы можете быть разочарованы, что не то, что вы ждали. Аминь? Но вечером как раз для вас. Аминь? Слава Господа. Аминь. Спасибо. 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 Давайте поприветствуем его. Слава тебе, Господи. Вы знаете, я не ожидал, я не ожидал, но мне выпала очень большая честь. Я с великой радостью предоставляю вам доктора. Я его просто приглашаю на эту сцену. Пусть Господь благословит сегодня и употребит его. Я... АПЛОДИСМЕНТЫ Где-то в 1978 году смотрел тогда первый фильм, который показывали нам, когда Тео Осборн был приглашен в Голландию. Тогда королева в Голландии был день рождения, и она его пригласила в эту страну, и он просто проповедовал на поле там. Для нас это было особое переживание. Особое переживание. И я сегодня рад видеть этого человека, мужа Божьего. Просто лицом к лицу я там сижу, я очень близко нахожусь от него, и я получаю от него помазание. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Иисусу! АПЛОДИСМЕНТЫ Я благодарю Господа, что я вижу Его у нас в городе. Милости просим, Тео Осборн. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю тебя за то, что ты веришь в меня. Я совершал много ошибок. Я не был таким, как я должен быть. И я не был таким, как я должен быть. Мне жаль за мои падения. Но когда я стою у подножия твоего креста, я знаю, что ты любишь меня. И ты простираешься ко мне. И я пытаюсь научиться от тебя. Чтобы я мог прийти в меру полного возраста Христова. Это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы ты не был ограничен во мне. Я знаю, что мой мир нуждается в тебе. И они найдут тебя только, когда они найдут тебя через меня. Помоги мне быть хорошим переводчиком Иисуса Христа. Халлелуя. 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 Вы можете садиться. Сегодня будет хороший день. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда так чудесно принимаете меня. Вы были очень добры ко мне. И вы всегда говорили такие хорошие слова. И нам это нравится. У всех у нас есть эго. Поэтому всем нам нравится, когда нас хвалят. Но на самом деле я говорю вам истину. Когда вы станете такими же старыми, как я. Уже не будет иметь значение, что говорят люди. Одни говорят хорошее, другие плохое. Но вы научитесь как, несмотря ни на что, просто продолжать идти. Халлелуя. Халлелуя. Но я все равно благодарю вас. Потому что я знаю, что это исходит из вашего сердца. И я хочу поблагодарить вот эту женщину, которая сидит здесь. Пожалуйста, Лина, встаньте. Это замечательная женщина в вашем городе. Она занимается бизнесом. Она очень успешна. Но более всего она верующая. Это то, что важнее всего. Но она является примером для всех вас. Моя жена всегда говорила, Конечно, у меня есть утроба. Но у меня также есть мозг. Когда женщины используют свой мозг. Весь мир ваш. Это истина. И пусть эта женщина будет вдохновением для вас. И она смогла устроить замечательную встречу для меня в аэропорту. Спасибо большое. И потом она приготовила один из самых замечательных обедов, которые я когда-либо видел. Я подумал, что мы во Франции. Спасибо вам. И есть еще кто-то, кого я хочу поблагодарить. Вчера он сидел вот там. Где этот человек, который приготовил нам обед там, за городом? Он не работает. Он не работает. Он не работает. У-у. Окей. Я надеюсь, что я смогу сегодня вечером его еще поблагодарить. Я не могу поговорить об этом сейчас. Я оставлю это на вечер. Но сколько пасторов здесь присутствует? О, я даже вижу женщин. Женщины пастора. Они позволяют это здесь? Аллилуйя. Аллилуйя. О. И вы знаете, у вас еще нет книг Дэйзи. Только представьте, что произойдет, когда у вас еще нет книг Дэйзи. А у вас будут книги Дэйзи? Аллилуйя. Аллилуйя. Thank God for leadership that does not prejudice the church against women. Слава Богу за таких лидеров в церкви, которые не имеют предрассудков против женщин. Аллилуйя. Аллилуйя. You know, that's, that's very archaic. Это очень archaic. Did you know there are only two little short verses in all of the Bible? Знаете ли вы, что есть всего лишь два маленьких стиха во всей Библии? That tells women, women to be quiet. Которые говорят, что женщины должны молчать. Just one. One says be quiet. Один из них говорит, что они должны молчать. One other little one says, don't teach. А другой маленький говорит, что они не должны учить. None say don't preach. Но там не сказано, не должны проповедовать. И в то же самое время церковь говорит, что ты не можешь проповедовать, но они позволяют вам учить. Традиция ненормальна. Я помогаю вам, женщины. Вы молитесь о будущем Украины. Мы думаем о будущем Украины. И я верю, что ваше правительство уже готово к тому, чтобы открыть двери для великих вещей на Украине. Конечно, я знаю, что у вас очень сильные коммунисты есть в правительстве. И это наследие от предыдущих, прошлых дней. Это как старая политическая религия. Да, это так. Но я верю, что влияние христиан сильнее. И у меня есть сострадание к людям в правительстве. Я очень серьезно говорю. У меня есть сострадание к людям в правительстве. Они одинокие. Большинство из них чем-то напуганы. Они никогда не знают, кто же их настоящий друг. Если они говорят хорошие слова кому-то, люди прыгают на них, и они хотят что-то от них. Это то же самое, как и богатые люди. У меня есть большое сострадание к богатым людям. Потому что они никогда не знают, кто же их настоящий друг. Всякий, кто приближается к ним, хочет что-то от них поучить. И поэтому они очень не одиноки. И они очень рады, когда к ним приходит кто-то не с протянутой рукой, но кто-то, кто хочет и просто быть их другом. Вы не знали никогда об этом? Поэтому молитесь о вашем правительстве. Хорошо? Бог любит каждого из них. Аллилуйя. Аллилуйя. И кажется, что довольно значительное количество людей в вашем правительстве хорошо отзываются о нас. Или, может быть, мне стоит лучше сказать, что их интересует новое будущее для Украины. Они думают о новом будущем. И они думают, что, по-видимому, у нас есть несколько хороших идей. И поэтому мы хотим делиться. Я верю, что Украина есть на карте. Для Бога. Для будущего. Для всего мира. Аллилуйя. Я надеюсь, что придет такой день. Когда проповедники не будут приезжать из Техаса или Оклахомы, но будут приезжать из Украины. Я верю, что это произойдет. Я верю, что это произойдет. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы можете видеть эту фотографию? Я знаю, что вы не можете ее видеть. Это последняя наша евангелизация в Кампале. Это очень много людей. Вот то, что мы хотим видеть в Киеве. Я верю, что это произойдет. А вы? Могу я вам еще что-то показать? Я вожу с собой эти фотографии, чтобы помучить дьявола. Вы знаете, что это такое? Это интернациональный, спецслужбный, конгресс, критерий. Это международная женская конференция для испаноговорящего мира. Все на этой фотографии женщины. Вот что я хочу увидеть в Киеве. Да. Хотите еще? Бедный дьявол. Павел однажды сказал, что это не в углу происходило. И мне нужно посмотреть, где же это происходило. Это Хайдарабад, Индия. Индия. Индусы. 350,000 хиндусов. 350,000 хиндусов. И правительство с почетом встретило нас в аэропорту. И примерно три часа мы беседовали с 25 журналистами из всех самых разных газет. И ни один раз они не задали мне саркастического вопроса. Они задавали мне хорошие вопросы. И на передней полосе своей индусской газеты они написали обо мне статью. И вы бы, наверное, подумали, что это я написал эту статью. Правительство штата Андропрадеш. Правительство штата Андропрадеш. Благополучно. На том же месте за неделю до нашего приезда. Было большое собрание коммунистической партии. И в это время у них были драки на улицах. И несколько людей были убиты. Коммунисты. Мы приходим как христиане. Слава Богу за индийское правительство и за то, что оно поверило в нас. Мы имели мир с начала до конца. 350,000 человек сидели там и слушали Евангелие Иисуса Христа. Хотите еще? У меня есть еще. Бедный дьявол. Вы знаете, что это такое? Это женщины в Африке. Некоторые из вас, женщины, начинайте проповедовать. И кто-то скажет, о, женщины не могут это делать. А приобретите себе копию этой видеокассеты. Grow up. This is 1998. Women are preaching all over the world. Женщины проповедуют уже по всему миру. Бедный дьявол. Он ненавидит меня. Но это взаимно. И я побеждаю. Я хочу сказать вам что-то об этом. Когда мы отправились в Уганду, Никого из этих женщин не было в служении. Сегодня в Уганде более тысячи рукоположенных женщин в служении. Аллилуйя. Аллилуйя. Бедный дьявол. Бедный дьявол. Я ищу здесь фотографии одной пожилой женщины. Она должна быть здесь. Я думаю, что она вот здесь. Си? Да. Видите? Вот. Ей больше семидесяти лет. Анcient. Не так старая. Ну конечно еще не такая старая, как я. Но у нее уже не осталось зубов. Но она любит Иисуса. Она старая, сморщенная, вся скрюченная. Когда она увидела мою жену Дейзи. Которая проповедовала этой массе людей. Которая изгоняла бесов. И исцеляла больных. Со Словом Божьим. Эта старая женщина сказала, Эй, если она может это делать, я могу это делать. Да. Никто в организации не в рукоположил бы ее. Но и не дал бы ей документов никаких. И поэтому она стала проповедовать без документов. Когда мы приехали четыре года спустя. Вот там была она. Сияющая от счастья. И когда я дал ей микрофон, она так хорошо начала проповедовать. И она сказала, Дейзи мне. Она сказала, мне так жаль, что Бог дал нам только семь дней в неделю. И поэтому у меня есть только семь церквей. Потому что каждый день недели я служу в другой церкви. Только семь. Только семь. Все, что у нее было имущество, это старая Библия и старый велосипед. Не правда ли Бог чудесен? О, это прекрасно. Хотите еще? Да. Вы знаете, что это такое? Женщины в Индии. Я сказал, в Индии. В Индии женщинам никогда не позволяли ничего делать в служении. Но с тех пор, когда Дейзи приехала туда, они делали. И на индийский язык переведены книги Дейзи. И вот они. Hundreds of them are preaching the gospel today. О, халлилуйя. О, халлилуйя. Это Евангелие изменяет страны. Вы верите в это? Someone take them and try to fold them back like they were. Yeah. I got some more. But you've seen enough. Но вы уже видели кое-что. I want the government of Ukraine to know. Я хочу, чтобы правительство на Украине знало. Сталин put a wall around this country. Сталин окружил эту страну стеной. And refused to let information come to you. И они не позволяли вам получать информацию. Но Сталин мертв. Сталин мертв. И его стена разрушилась. И информация приходит. И Украина is taking her place in the world. И Украина занимает свое место в мире. She's going to be a member of NATO. Она будет членом НАТО. И probably of EURO. И Совета Европы. Халлилуйя. Халлилуйя. И сейчас информация может свободно циркулировать. Our strength in freedom and democracy is exchange of information. И свободы и демократия и сила основаны на свободе обмена информации. We know what you're doing. Мы знаем, что делаете вы. You know what we're doing. Вы знаете, что делаем мы. Мы благословляем друг друга. And we grow together. И мы вместе растем. And make a better world. И делаем мир лучше. And the heart of it all. И в сердце Божьем. Not in government. Не в правительстве. But in the people. Но в людях. Is the gospel of Jesus Christ. It is the core of the strength of nations that are free. Ядро силы свободной нации. Hallelujah. 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 And I believe the time is near. And I believe the time is near. When your government is taking a new look at all these things. When your government is taking a new look at all these things. And that'll be wonderful. It will be wonderful. The more freedom we have. The more freedom we have. The more we can have ideas. Чем больше идей мы можем иметь. The more we can compete with one another. Чем больше мы можем соревноваться друг с другом. Not fight one another. Не сражаться друг с другом. Но конкурировать друг с другом. Offer a better product than the other. Мы предлагаем лучшие проекты. And the net inspires you to make your product better. И затем это вдохновляет вас делать более лучшие продукты. And we grow. И мы вместе можем расти. And we serve the world. И мы служим этому миру. That's what's going to happen. It is happening right now in your country. Do you believe that? Now that's not the sermon. That's not my sermon. You ready for the sermon? For the study? We're studying the Christ connection. Мы изучаем связь Христа. The Christ connection. Before I say this, I have signed 450 copies of our book. Я скажу, что я подписал 450 своих книг. Brother. Анатолий. I'd like you to come up here. And lead us in a prayer. And this is what for. I want your faith united with us. I've just signed last night after I went home. I signed 450 of those books. And they're going to be presented to the 450 government parliamentarians. Did I say that, man? I touched every one of them. I put my name on every one of them. And every one I signed I signed with a prayer. That God will bless this nation of Ukraine. For God to bless your nation. He's got to be able to bless your parliamentarians. When Paul sent calls to people, wonderful things happen to them. I send these books to the wonderful government leaders. And I want us to pray. That God will cause blessing to come to their lives. And that something will happen. we don't know how. Something will happen in each of their lives. So that they will say, I think this book is a message from God. I think this is good. I believe God will do something. Maybe they will be asleep on their bed. and in the middle of the night. Maybe they'll have a dream. Or maybe they'll wake up and have a thought. That book, I think I better read that. We can't tell God what to do. We just want to pray that his blessing will be on that communication. But we just ask to his blessing on these books. Let's get up. Dear God, we thank you for this historical moment for Ukraine. We thank you for this conference. We thank you for Dr. T.L. Osborne. We thank you God for the that you have had this time in your heavenly calendar. In your In your 2000-year your birth. Today, you are walking especially in your world. In your you are moving in our country. And today, you are going to Ты хочешь коснуться жизни тех людей, которых Ты поставил в правительство парламент. Ты сказал, что Твоей мудростью цари царствуют и повелители узаконяют правду. И сегодня мы молим Тебя, чтобы это правительство получило от Тебя мудрость. Ты сказал, что эта премудрость Твоя становится на возвышенных местах. Она становится на площадях и на улицах, и она возвещает к людям, чтобы услышали голос, чтобы обратились к Тебе. Потому что это самое большое, что можно получить на этой земле. Это принять спасение, это получить исцеление, это получить жизнь вечную. Отец, и мы сегодня молим Тебя, чтобы через эти книги, чтобы через различные другие источники Эти люди, которых Ты поставил в парламенте и в различных уровнях власти, чтобы Твоя рука коснулась их могущественным образом. Так как Ты знаешь, как это можно делать. Господь, употреби сосуды Твоих, которых Ты, Боже, пошлешь их туда, которых Ты поставил уже там, и которым Ты уже говорил, Дух Божий. И мы, Господь, верим, что наше правительство будет изменяться. Оно будет принимать Твою мудрость, и оно будет давать справедливые законы. Оно будет учреждать справедливые постановления, чтобы Слово Твое проповедовалось, чтобы, Господь, воля Твоя совершалась на этой земле. Пусть пустыня превратится в цветущий сад. Пусть, Господи, то, что было действительно пустынным, безжизненным, оно принесет сегодня плод. Пусть эта страна увидит свет великий, Господь. Пусть будет радость, как радуется во время раздела добычи, как радуется во время жатвы, Господь. Увеличь эту радость, умножь этот народ. Дух Божий, мы так нуждаемся в Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой, в Твоих чудесах, в Твоих знамениях. Твори сегодня Твоей могущественной рукою через Твоих помазанников, через Твою церковь, через Твоих детей, Господь. И мы сегодня благословляем президента, мы благословляем его семью, мы благословляем исполнительную власть, мы благословляем все уровни власти, мы благословляем милицию, мы благословляем внутренние войска, мы благословляем армию, мы благословляем все структуры Божьи, которых Ты поставил, Божий, в этой земле. Пусть Твое благословение придет на них, на их семьи, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! О, Великий Бог! О, Шаправа Мамасая! Ее, Шаправа Мамасия! Чизус, Глория! Флэо Денейс! Фритис Гэдис! Аллилуйя! Мы благословляем нашу нацию, мы благословляем пасторов, мы благословляем служителей Твоих, мы благословляем миссионеров, мы благословляем в других странах, в России и в других странах, наших братьев-служителей, пасторов, евангелистов, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем всех сестер, мы благословляем всех женщин, во имя Иисуса, Аллилуйя! Пусть эта земля будет благословленной, Пусть через нее потекут благословления в Европу, во все страны мира. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И мы просто счастливы. Мы так благодарны Тебе за эти вещи, которые совершаются на наших глазах. Аллилуйя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за этот день, за Тиэль Осборном. Благодарим Тебя за все чудные и дивные дела Твои. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Вы слышали молитву истинного лидера. Состраданием за свою страну. Я знаю, это действительно так. У него большое сердце. Его рука и моя рука. Написано. Если двое из вас согласятся на земле. О чем бы ни попросили. Будет им от Отца Небесного. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я хочу, чтобы мы пели эту песню о молитве за Украину. И не просто молитву за Украину. Давайте будем просто петь эту песню молитвенную. Просто верю я, что наша страна станет христианская. И как в парламенте Америки, как в конгрессе, как в сенате люди молятся. И чтобы здесь тоже в открытии каждого парламента, а в каждой сессии, чтобы люди тоже призывали Бога. Чтобы наши люди имели страх перед Богом. Чтобы наш президент тоже покаался перед Богом. Чтобы он служил Богу. Чтобы наши правители знали Бога. И жили по его законам. Давайте, папа, папа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я хочу ободрить вас... Брат Сандей... Пожалуйста, распространите видеокассеты с этим собранием... Особенным образом... Сначала до конца... До этого момента... Это свидетельство... Что христианская церковь на Украине... Молится за свое правительство... Это штамп Божьего одобрения... Смотрите на Иисуса на Украине... Вы ожидаете нового тысячелетия на Украине... Назовите это так... Аллилуйя... Бог марширует по этой стране... Вы верите в это... И мы часть этого... Вы часть этого... Скажите, я часть этого... Скажите, я часть этого... Халлилуйя... Халлилуйя... Да... Это было лучше, чем проповедь... Халлилуйя... Бог действует... И есть такое время... Когда вам нужно течь... Вместе с Божьим Духом... Я чувствую, как сердце Божие горит... О этой великой стране... Чтобы она стала лидером... Восточной Европы... Я верю, что это произойдет... И это будет иметь такой успех... Что другие страны будут говорить... Мы должны делать так же все, как украинцы... Я верю, что это произойдет... Сегодня мы будем говорить... О очень важной теме... Сегодня мы будем говорить... О очень важной теме... Но я думаю... Что может быть... Было бы лучше, если бы мы говорили об этом сегодня вечером... Это будет нормально? Что делает наше свидетельство достойным веры? Я думаю, что сейчас... Нужно предоставить время... На то, чтобы дать вам книги... А выйти на улицу... И сделать фотографии... Но давайте будем нести... Это утреннее собрание... В наших сердцах... Бог работает на Украине... Через вас и через меня... Я просто дам вам эту информацию... Понятно, как мы все все понимаем... Пооткрым... Попробацаны... Как называешь? Дискет. Мы будем работать над тем... Чтобы представить... Предоставить пастору Сандею дискеты, на которых есть все наши книги. И мы будем публиковать их на Украине. Аллилуйя. Сейчас каждый из вас получит три или четыре книги. Эти книги мы привезли из Москвы. Но я думаю, что эти книги нужно еще раз дополнительным тиражом опубликовать на Украине. Чтобы они могли быть у каждого. И там будет стоять адрес на Украине. Потому что у вас есть здесь новый союз церквей. Это правильно? Это будет замечательный шаг вперед. И мы хотим, чтобы здесь, на Украине, люди могли приобретать то количество книг, которые им необходимы. И мы хотим иметь наши книги, чтобы на этих палаточных собраниях люди могли приобретать книги. И в ваших церквях. И в ваших книжных магазинах. Чтобы люди могли приобретать книги здесь. Понимаете? Все, что людям необходимо, это информация. И я не говорю о том, что наши книги лучше всех других. Нет, не говорите об этом. Но я могу сказать вам, что это книги, которые выдержали проверку. Одна из тех книг, которую вы получите, может быть не сейчас, но позднее, это книга «Исцеление больных». Я написал эту книгу в 1948 году. И эта книга выдержала испытания времени. Эта книга является учебником для библейской школы. в больших количествах школ, чем какая-либо другая книга. В самых различных библейских школах. Это истина. Это не какая-то глупая книга. Это книга, в которой нет харизматического фанатизма. Знаете, многие из тех доктрин, которые мучат в наши дни, они достаточно глупые. Но давайте поставим наши ноги на твердую скалу Иисуса Христа. Хорошо? И эти книги помогут вам сделать это. Есть один книг, которые мы имеем, я не знаю, если кто-то получит один, но это между ними. Я знаю, что у нас также есть книга. Наверное, не все из вас смогут ее получить, но она есть среди книг, которые мы привезли. И я думаю, что это одна из лучших книг, которые я когда-либо написал об исцелении. Но очень часто авторы не осознают подлинной ценности своей книги. Авторы должны опубликовать книгу, и потом люди ее, читатели, скажут, насколько она хорошая. И люди всегда больше любили вот эту книгу «Исцеление больных». И я перевел эту книгу «Исцеление больных». И я думаю, что это самая лучшая книга. Лучше, чем другая книга об исцелении. А я думаю, что другая книга лучше. Но так или иначе, обе книги хорошие. Но вот здесь мы имеем книгу. Которая называется «Прими чудо исцеления». Это другая книга. Она говорит о семи шагах для принятия исцеления. Молодые проповедники. Приобретите ее. Прочтите ее. Меморize it. Учите из этой книги. Проповедуйте ее. И у вас будет чудесное служение. Я говорю вам. Есть определенные шаги. Если вы предпримите эти шаги. Бог верен. И люди будут получать исцеление. Но обычно проповедники не делают эти шаги. В особенности проповедники харизматические. Ну или, скажем, пятидесятнические. Потому что харизматические — это просто такое красивое имя, которым они называются. Но мы приходим в возбуждение. И думаем, «О, Боже, у нас есть дар исцеления». Я видел так много проповедников, которые взлетали и падали с даром исцеления. И я так рад, что я никогда не претендовал на то, что у меня есть дар исцеления. Я претендовал только на то, что я христианин. Последователь Иисуса Христа. Проповедник. Его свидетель. Вот кто я такой. Иисус сказал, «Я от себя не могу делать ничего». И Тиелл говорит, «Я от себя не могу делать ничего». Иисус говорит, «Отец мой показывает, что мне делать, и я делаю». Тиелл говорит, «Я вижу в Библии то, что хочет делать Бог, и я делаю это». Иисус сказал, «Отец имеет в себе жизнь, и я имею в себе ту же жизнь». Тиелл говорит, «Отец имеет жизнь, и я имею в себе ту же жизнь». Это очень просто. Но мы должны учить людей. Могу я дать вам небольшой предварительный обзор? Поскольку я все равно не буду учить всего этого. Я буду учить сегодня вечером об этом. И затем завтра вечером мы поговорим об остальном. Когда я был совсем молод, я узнал четыре вещи об исцелении. И я написал маленькую брошюру. Я пришлю ее в Россию позже. И к моему другу. Он переведет ее. И потом мы пришлем дискету сюда, на Украину. И вы можете опубликовать ее здесь. Но я назвал эту брошюру так. Четыре истины, которые изменили мою жизнь. Я не могу учить сегодня вас этим истинам. Но дам вам только самые основные идеи. И я дам ее в форме молитвы. И вы, молодые проповедники, вы возьмите эти истины, научитесь им, прежде чем пойдете и будете заниматься исцеляющим служением. Я вырос хорошим христианином-баптистом. Они хорошие христиане. Замечательные люди. Они на самом деле верят в спасение. Конечно, они не так уж много верят в исцеление. Но, может быть, мы сможем помочь им. Правильно? И поэтому я действительно верю, что Иисус будет спасать людей. Например, если вы выведете вперед тысячу грешников, баптист верит, что если каждый из них поверит в Иисуса Христа и обратится к Нему, призвав Его имя, каждый из них будет спасен. Нет вопроса. Они верят в это. Потому что спасение для всех. Но если вы приведете тысячу больных людей, баптист не верит, что все они могут принять исцеление. Большинство людей нет. И вот что они начинают говорить. Подождите, подождите. Болезнь от Бога. Может быть, Бог использует болезнь. И у них есть целый список причин, по которым, возможно, Бог не хочет исцелять этого человека. И самое первое в этом списке, может быть, Бог наказывает вас через эту болезнь. Вы никогда не слышали об этом? Может быть, Бог таким образом учит тебя. Может быть, это замаскированная Божья любовь. Может быть, нет Божьей воли на то, чтобы исцелить тебя. О, ты знаешь, у святого Павла у него были больные глаза. Он был почти в целепой. У него было жало в плоти. Может быть, у тебя тоже есть жало в плоти. О, мы имеем замечательные причины, чтобы не исцелиться. И все они до одной неправильны. Забудьте о них. Это неправильно. Они никуда не годятся. Они противоречат Божьему искуплению. Вот человек в грехе. Мы приглашаем его принять спасение. Но может быть, не Божья воля спасать его. Вы знаете, но Бог спасает одних и не спасает других людей. О, ну, может быть, Бог учит ему чего-то через его грехи. Применяйте то же самое ко греху, что вы применяете и к болезни. Может быть, Бог хочет, чтобы какое-то время он побыл грешником, а потом, может быть, Бог его простит. О, ну вы знаете, что это не Божья воля, чтобы все были спасены. И так далее. Видите, применяйте те же самые аргументы, которые вы применяете ко греху, применяйте их к болезни. Вот четыре истины, которые изменили мою жизнь. Номер один. Болезнь от дьявола. Я никогда не забуду, когда я впервые услышал об этом. И я подумал, что это самая глупая идея, которую я только слышал в жизни. Я сказал, нет, нет. У нас у всех есть болезни. И Бог иногда использует болезни. Ну, может быть, Бог учит нас чему-то через болезни. От дьявола? Нет, нет, никогда. Мне нужно было узнать из Писания, что все болезни от дьявола. И я не могу вас за десять минут научить тому, что требуется десять лет, чтобы научиться. Но вы получите эти книги. И они помогут вам. И они помогут вам избавиться от влияния традиции, которая говорит, что болезни от Бога. И я совершенно точно убедился в том, что болезнь от врага. Ну, самый простой факт. Болезнь — это убийца. Болезнь — это убийца. Болезнь — это то, что убивает людей. Может быть, ваше состояние еще не такое плохое. Но мы называем в английском языке болезнь — это медленная смерть. Это действующая в тебе медленная смерть. Болезнь — это смерть в процессе, до того, как она закончилась. Это семя убийцы. Если вы оставите ее в покое, она убьет вас. Если вы будете хорошо к ней относиться, она убьет вас. Любите ее, заботьтесь о ней, печитесь о ней. И она убьет вас. Она — убийца в действии. И верующий должен быть разгневан над дьяволом. Сказать, нет, нет, не меня. Мое тело — храм Духа Святого. Но не дом угнетения дьявола. Я могу хорошую проповедь проповедовать об этом. У Иова были воспаления по всему телу. И они были от дьявола. Это просто. Потому что написано, что Сатана поразил Иова. Была в Библии женщина, которая была согнута и не могла распрямиться. Когда вы видите подобного человека, это дьявол. Криppling them. Иисус сказал, She has a spirit of infirmity. He made that spirit leave her. She straightened up. There was a man dumb. был человек глухой и слепой. И Иисус сделал так, что бес вышел из него. И немой стал говорить, и слепой стал видеть. Немота и слепота от дьявола. Был человек, который родился глухонемым. Иисус заставил беса выйти из него. Человек стал слышать и говорить. Глухота и немота от дьявола. Нет никаких вопросов по этому поводу. И есть так много других примеров. Деяние 10.38 Иисус исцелял всех угнетаемых дьявола. И мне нужно объяснить еще что-то. Когда молодые проповедники понимают факт, что болезнь от дьявола. Они затем начинают совершать ошибку. Они ходят и проповедуют, внушая людям, что если у людей есть болезнь, это значит они люди от дьявола. Но это неправильно. Никогда не осуждайте людей за то, что они больны. Это неправильно. О, ты больной? О, ты больной. Ты должен быть в тебе без. Виктор. Это нечестиво. Это вы осуждаете людей. Вы полны предрассудков. Ну, как объяснять людям? Просто. Я бы очень хотел, чтобы вы были в моей стране. Потому что здесь я не очень-то хорошо это могу объяснить. У вас есть термиты? Нет. Вы знаете, кто такие термиты? В моей стране и вашей стране, мы знаем, кто такие термиты. Они могут съесть фундамент вашего дома. И у вас может провалиться пол. Да. Да. Это такие, типа муравьев, насекомые. У вас есть термиты здесь? Нет. Но вы не знаете. Вы не знаете. Тогда вам повезло. Потому что им не нравится. Наверное, холодная погода. Но в нашей стране есть большие компании. Которые зарабатывают миллионы долларов. И они заключают контракт на каждый дом. И дважды в год. Они приезжают на большом грузовике. Они разгружают этот грузовик. И начинают опрыскивать весь дом. You got to have them. Вам необходимо делать это. И вы тоже опрыскиваете против тараканов. И вы тоже опрыскиваете против тараканов. Хорошо. Спасибо. Тогда вы поймете мою иллюстрацию. So you have them come to your house and spray. Итак, люди приходят к вам домой и опрыскивают ваш дом. Да? 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 Хорошо. Question. Have they ever sprayed you? Когда-нибудь они опрыскивают вас? Come on. Have they sprayed you? Вот вас лично они опрыскивают? No. Why? Because the cockroaches are not in you. Потому что эти муравьи или тараканы, они не в вас. The cockroaches are in the house. Тараканы, они в доме. Not in you. You live in the house that has cockroaches. Do you understand that? Now that's the way. The devil is the cockroach. And your body is the house you live in. And when we come in the name of Jesus, we're the ones that spray the devil. И когда мы приходим во имя Иисуса, мы опрыскиваем дьявола. But we don't spray you. We don't cast the devil out of you. Мы не изгоняем бесов из вас. You can't have a devil if you have Jesus. Если вы имеете Иисуса, вас не может быть бесов. When Jesus inhabits the house, Потому что Иисус занимает ваш дом, He is Lord. Он Господь. Но болезнь — это дьявольское угнетение. Но его угнетение не может воздействовать на ваш дух. Оно воздействует только на ваше тело. Проповедники, очень важно, чтобы вы поняли это. И когда вы проповедуете, Пожалуйста, убедитесь в том, чтобы люди понимали это. И когда мы изгоняем дьявола Демона духа слепоты. Или духа артрита. Или духа немощи. Приказываем ему уйти из этого человека. Мы не имеем в виду, на самом деле, что этот дух живет в человеке. Нет. Но в теле человека. В теле человека. Потому что непонимание этого приводило к большим смущениям. У меня нет времени учить вас об исцелении. Потому что мы даем вам книги. Но я хочу сказать, чтобы это было ясно для вас. Итак, первая истина, которую я понял. Болезнь от дьявола. Ну, это просто шокировало меня. Я читал это. Я нашел все места описания. Это было впечатляюще. Нет вопросов. Тогда я подумал, о. 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 Да, да, да. Ты дал мне власть над бесами. Да, вот здесь. О. Да. Здесь. О. О. В Марке. О. Да. Лук. Лука. Да. Да, да. Я получил власть над бесами. И мой разум начал очень быстро работать. I was a young preacher that had already sold everything I had and gone around the world to India and failed. Понимаете, я был молодым проповедником. Я продал все, что у меня было. Поехал в Индию и там потерпел поражение. Я очень серьезно хотел помогать людям. И наконец-то я увидел свет. Болезнь от дьявола. У меня есть власть над бесами. Что каждый больной. Если я смогу научить его истине. У меня есть власть молиться за них. Запрещать духу болезни. Он должен уйти из них. Он должен. Он должен. И они либо исцелятся моментально. Если это чудо. Или же с этого самого момента болезнь в них умрет. И они постепенно начнут восстанавливать здоровье. Аллилуйя, 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 аллилуйя. И я сказала, что моя женя, дорогая, у нас есть ответ. Мы можем снова ехать в Индию. И затем внезапно. О, Боже, я подумал о чем-то. Это не будет действовать. Потому что может быть не Божья воля исцелять их. И то, что я понял, когда я там был. Но может быть Бог их не оказывает. Может быть это так любит от Бога. Может быть Бог, убивая их постепенно, в то же самое время учит их хорошим вещам. Да. У меня было противоречие номер один. Болезнь от дьявола. У меня есть власть над бесами. Сейчас, вот я иду к бесам. Вы в проблеме. Больные будут исцеляться. О, если это не Божья воля. И тогда-то мне нужно было выяснить, права или нет моя баптистская доктрина. О, что я обнаружил. И то, что я обнаружил. So many proofs in the Bible. Я увидел в Библии так много подтверждений. It is God's will to heal every sick person the same as it is God's will to save every sinner. Что это Божья воля исцелить каждого больного, так же как это воля Божия спасти каждого грешника. Just exactly the same. То же самое. Традиция отделила это друг от друга, но Библия не отделяет. Бог сказал, я и Иегова Циткину, ваша праведность. И я и Иегова Рафа, ваш Целитель. Давид сказал, он прощает все беззакония твои. И исцеляет все болезни твои. И Иисус приходит. И всем, которые приняли Его, он дал власть быть детьми Божьими. И все, которые прикасались к Нему, исцелялись. Иисус сказал, идите и проповедуйте по всему миру. Если они будут верить, они будут спасены. Когда вы будете давать им Евангелие, они будут исцелены. Нет никакой разницы. Исцеление и спасение идут вместе. Болезнь и грех, и результат грехопадения. И ни то, ни другое не является Божьей волей. Божья воля, чтобы мы были здоровы. И процветали. Точно так же, как процветает наша душа. Халлелуя, халлелуя. Если есть кто-то больной, молитва веры исцелит их. И если они совершили грех, грех проститься им. Есть воля Божия на спасение каждого грешника. Есть воля Божия на исцеление каждого больного. Если мы будем проповедовать Евангелие всем им. Бог подтвердит каждое из них. Каждое из благословений включено в спасение. Изучайте греческое слово спасение. Оно включает в себя все. Оно включает в себя спасение. Защиту. Безопасность. Процветание. Физическое благосостояние. Здоровье. Желая. Радость. Мир. Жизнь. Спасение. Всякий, кто придает имя Господне, будет спасен. В Библии. Слово спасение и исцеление используется взаимозаменяемо. Женщина с истечением крови. Знаете, что она получила? В оригинале греческом, что написано? Когда ее кровь прекратила течь. Библия говорит, что она получила спасение. Вы знали об этом? Вы знали, что получил от Иисуса слепой в Артемей? Когда открылись его глаза? В греческом оригинале написано, Он получил спасение. Look it up. Read it. Study it. In your own Bible. Go back to the original words. There was a man that believed on Christ and got his sins forgiven. You know what the Bible said he got? He got healed. Think of that. See, it's God's will to heal every sinner, to heal every sick person, and forgive every sin. Say, I'm glad you told me that. Hallelujah. Okay. That's three steps. What was the fourth? First, the sicknesses of the devil. Болезнь от дьявола. Second, that I have power over the devil. Does your Bible have this verse in it? Есть ли это место описания в вашей Библии? If it don't, then maybe I have lost my argument. Если этого нет, может быть, я напрасно трачу свой аргумент. Let's be sure. Давайте мы проверим это. Look at Luke chapter 9. Откроем Луки 9 главу. And look at verse 1. Now look at me. You notice I said Luke chapter 9. That's just the beginning of Luke. Это самое начало Евангелия от Луки. Okay. Before that one, turn over to Mark. No, давайте вначале откроем Евангелие от Марка. Chapter 3. Chapter 3. You notice I said chapter 3? Обратили внимание, я сказал третью главу. Just the beginning of Mark. Самое начало Евангелия от Марка. Why am I saying that? Почему я говорю об этом? It's talking about the 12. Здесь говорится о 12. And you women have already put yellow on these verses because you say that's for the 12, that's not for me. Наверное, женщины уже зачеркнули все это желтым карандашом, потому что сказали, это для 12 апостолов, это не для меня. Are you using your yellow pencil this week? Вы на этой неделе использовали свой желтый карандаш? I told you to mark everything yellow that's for the men. I told you that when we started. How many of you heard me tell you that? Oh, just a few of you. I'm preaching to a new crowd. I told you women always carry a yellow pencil. And put yellow on all the verses that are for the men. And then don't worry about them anymore. Be honest with yourself. If you believe they're for the men. And not for the women. Be honest and admit it. Don't go through life and say, hallelujah, I believe the Bible. No, you're kidding yourself. Put yellow on it. And when your friends say, what's all that yellow? You say, oh, I'm very wise. That part of the Bible is not for women. That's for the gentleman. It's just for the men. Be honest with yourself. Be honest with yourself. If you kid yourself, you'll go through life half-cocked. I don't know what that means. Think of something. But if you don't do it, you'll be living a half-cocked life. Huh? Yeah? Okay, back to my point. He's talking about the twelve. He's talking about the twelve. And Jesus was a good rabbi. So in order to relate to the people, he chose first twelve disciples. Beautiful. It didn't mean anything. It just satisfied those Hebrews. It made them feel holy about it. for all we're connected with the twelve tribes of Israel. But in just a little while, he chose seventy more. And then a little while later, he said, it won't work to limit this. All who believe can have it. Do you believe that? Okay, now we can read these two verses. And see if they're in your Bible. Chapter 3 of Mark. Verse 14, 15. He ordained, say, instead of twelve, say, he ordained some followers. He's ordained his followers. Now, this is what you're ordained for. You understand? Now, this is what you're ordained for. That you can be with him. Hallelujah. I'm with him all the time. He's with me all the time. Number two. That he would send you forth to preach. Change that word preach. Change it to tell. To communicate. To witness. Okay? He ordained you to be his witness. Verse 15. What did he ordain you for? Read that out loud. Really loud so the devil can hear it. Come. Ain't that beautiful? Isn't that beautiful? The poor devil is trembling in Ukraine when he heard you speak that. He ordained you to have power. You don't have to pray to get it. You have it. You have it. And cast out devils. I'm ready for a devil anywhere I meet him anytime, day or night. You are too. Believe it. Confess it. Act that way. Hallelujah. Hallelujah. And now that other verse. Luke 9. That's the early part of Luke. He called his followers. Now this says 12 but this was just the first ones. He was showing them how. He told all the others the same thing. But see what your Bible says. He called them together and I want you to read the rest of it out loud. He gave him power and authority over all devils and heal of all diseases. Isn't that wonderful? Isn't that wonderful? I accept that. I accept that. I believe that. I believe that. Accept that. Act on that. I'm still giving you three points. I said number one. I found out sickness was of the devil. Number two. I found out I had power over devils. I found out I had power over devils. Number three. I reconciled those truths in discovering it's God's will to heal everybody just like it's His will to save everybody. I primitized these truths and I found out that God's will to heal all diseases is exactly the same as God's will to heal everybody and save everyone. What was the fourth truth that changed my life? What was the fourth truth that changed my life? I said well. Я сказал хорошо. It looks to me like everything's prepared. Для меня кажется, что все уже готово. I know the truth. Я знаю истину. Sickness of the devil. I can cast out the devil. Я могу изгонять бесов. It's God's will to heal sick people. Question. What am I going to do about it? What am I going to do about it? Что я буду делать с этим? It's called action. Это называется действие. It's called action. Это называется действие. Это изменило мою жизнь. Это привело меня и Дейзи во всемирное служение. Это приведет вас в ваше всемирное служение. И Бог поведет вас. Дух Святой будет подтверждать вас. И вы спасете Украину. Потому что когда люди увидят, что Бог жив, и Он исцеляет больных, и Он изменяет жизни людей, они будут следовать за вашим. И церкви будут подниматься по всей этой стране. Не злитесь, когда больше церквей будут открываться. Приветствуйте их. Верьте в них. Если кто-то из ваших членов уйдет в другую церковь, ничего? Если вы будете проповедовать Евангелие, у вас будет больше новообращенных, чем вы сможете принять. Hallelujah. Look out, world. The Ukrainians are coming. They're on the rise. The government is taking a fresh look at Jesus Christ for a new millennium in Ukraine. Hallelujah. Let's stand. Hallelujah. 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 You know, the Spirit of God is very heavy over this meeting. Wonderful things are happening in people's lives. You're making decisions. You're making plans. You're facing problems. You don't know what you're going to do about the problems. That's all right. God has the solutions. Let me tell you something. What you must do is begin. 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 Mother Teresa began in Calcutta with two pennies. They said, you can't do it in Yugoslavia. They said, you can't do it. She said, why? With her blue eyes twinkling. Why? Because you're a little woman and you haven't got any money. Oh, she says, but I have a big Jesus and I have two and I have two pennies. and with her smile and with her smile she said, with God and two pennies you can do anything. She said, with God and two pennies you can do it. You can do it. Yeah. That's right. That fourth truth is what impacted my wife and I. well, everything's ready. What you're going to do about it? And once again we sold our furniture. Maybe you won't have to do that. But we did. Sold everything. And we went to Jamaica. Well, in our logic, well, they talked English. And we had this logic. They speak English. So we could talk to them. We went to Jamaica. 13 weeks. 9,600 souls came forward and knelt and accepted Jesus. A hundred and twenty hallelujah. A hundred and twenty five deaf mutes were healed. Ninety totally blind people were healed. I know that's hard for you to believe. Go to Jamaica and ask any of the old people. They'll remember it. No, найдите какого-нибудь старика и спросите. Они помнят это. And hundreds of crampers walked. Hallelujah. See, those four truths changed our lives. you have to begin. I don't know where you'll begin. But wherever you begin, don't forget to teach the big picture. Не забывайте учить о большой картине. the gospel. Учите евангелие. Учите the gospel. Учите евангелие. And demonstrate the gospel. Everything you touch is not going to be healed. Не все, к чему вы прикоснетесь исцелиться. Your faith will be tried. Ваша вера будет испытана. I've had great trials of faith. You say, Osborne, you're the great one. No, I have lots of problems. But I don't publish my problems. That don't help anybody. That's right. That's right. We try. Hallelujah. I remember when I went to Cuba. We brought the gospel to Cuba that absolutely swept the whole nation. Every newspaper and magazine on the island carried the reports of our They sent 400, no, 600 Jesuit priests from Spain to stop us. They sent 600 monahs, священников и jesuites from Spain to stop us. I mean, God bless them, they were nice fellows. I love them, but they didn't like me. Well, I'm sorry. You know, they marched in the streets. But wasn't that wonderful? 600 people from Spain to advertise our meeting at the stadium. to рекlame our service on stadium. Wasn't that wonderful? We didn't have any money to advertise. We didn't have any money to advertise. So the Jesuit priests helped us. help us. Sure. Let me tell you something, preachers. When you go out and preach to your world, when you go out and preach to your world, there's an enemy, there are enemies out there, and they'll criticize you. Они будут критировать вас. They'll cuss you. Они будут проклинать вас. And they'll accuse you. Они будут обвинять вас. И будут говорить плохие вещи о вас. Remember this. All criticism is an awkward form of admiration. Всякий критицизм — это скрытая форма почитания. It's true. It's true. Это так. Yeah. Yeah. It's true. Это так. It's true. They don't know how to say nice things. Они не умеют говорить приятные вещи. So they say terrible things. Поэтому говорят ужасные вещи. But here's the point. Но вот что важно. Why are they talking about you? Почему они говорят о вас? You've got their attention. You're the important one. You're the star in their world. Yeah. Hallelujah. We can't lose for winning. Hallelujah. Any way you go at it we're hooked up with God the Christ connection we're winners. So when you young preachers go out there and pray Yeah. The devil will torment you. But he can't stop it. You've got enough faith to start. If you've got pennies you've got enough to begin you know enough to begin action 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 hallelujah I love you God love you You're important You're going to save your nation God is on our side We've got legions of angels marching with us wherever we go The devil's worried about us Poor devil We are the winners We have power over all devils Big ones and little ones Hairy ones and slick ones Ugly ones and pretty ones We are the people of God We are royalty We are in the father's family and the devil knows it Hallelujah Clap your hands and praise the Lord Hallelujah Hallelujah Let us Let us let him God to applaud his family Спасибо. И слава Богу за христианские депутаты и те, которые сочувствуют христианам. И слава Богу за христианские депутаты и те, которые сочувствуют христианам. И слава Богу за христианами. И слава Богу за христианами, которые сочувствуют храмы за христианские депутаты и те, которые сочувствуют христианами. И что это только приносит пользу нашему государству. Поэтому, братья Иисусы, давайте поднимем наши руки. И мы помолимся, чтобы Бог дали милость, благодать. Чтобы Бог сделал эту встречу переменной встречи. Чтобы эта встреча стала ключевым к встрече, которая открыл Евангелие для всего, всех в нашей стране. Которые открыли Евангелие для всех церквей. Давайте попросим, чтобы Бог шел перед ними. Чтобы Бог опередил их. Чтобы Бог явил свою славу. Чтобы Бог дали им милость и благость. Благорасположение, чтобы Бог дали им во имя Иисуса Христа. О Господь, мы просим Тебя, помоги нам, Господь. Мы просим, чтобы Ты пошел перед нашими братьями, которые идут туда. Господь, пускай Твоя слава и Твое сияние. Сияй, чрезвычный Господь, чтобы они нашли благорасположение. Чтобы они нашли, Господь, благосклонность к нам, Господь, Твоей церкви. Своим помазанникам во имя Иисуса Христа. Открой дверь для проповедования Евангелия. Открой дверь для пробуждения. Открой дверь для реформации в этом народе. В имя Иисуса. Пускай пойдет на благорасположение, Господь. Пускай пойдет, Господь, в огромной дверь для Твоего Духа. Господь, говори шерест нашим братьям. Говори шерестник. И дай им правение слава убедить. Дай им мудрость Твою, Господь. Мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. О, мы просим Тебя, Господь. О, Господь, ва имя Иисуса. О, Господь, ва имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя. О, дай, Господь, прарев. Шерестный тус решу. Прагаварис шерестник. И мы благодатим Тебя, что Тебя это зеланши. Ва имя Иисуса Христа. Аминь. Я попрошу. Пастора Леонид Ападуна. Кто его знай. Аллилуйя. Дай аплодисменты, Иисус. Леонид Ападуна. Леонид Ападуна, он один из президентов двух церквей харизматического и полного евангельского направления. Это объединение, которое у нас есть. Это один президент. У нас второй президент. И я попрошу, чтобы он помолился сейчас. И, конечно, я дам доктору Тиелу Озбону возможность либо поговорить или помолиться попозже. Но я попрошу, чтобы пастор Леонид помолился. Аллилуйя, Господь. Мы приходим к Тебе. Ты Бог. И у Тебя вся власть. На небе. И на земле. Ты создал эту землю для жизни, Господь. Для благословения, Иисус. И мы приходим к Тебе, Господь. К тому, у Кого вся власть и вся сила. Ты силен, Господь. Изменять любую ситуацию на Украине, Господь. Ты силен, Господь. Сделать так, чтобы Твоя воля исполнялась, Божия. Чтобы не зло, Господь. И не воля дьявола могла прогрессировать на земле. На Украине. Но Твоя добрая воля. Твоя благая, совершенная и угодная воля. Могла прогрессировать на Украине. Чтобы Твое царство, оно распространялось по земле. Господь. Чтобы Твое Евангелие, оно коснулось каждого человека. И я благодарю Тебя, что Ты это делаешь. И я молюсь, благослови братьев там, депутатов и тех людей, которые там будут, Господь, на этой встрече. И я молюсь, поверни сердце нашего президента. Господь, я молюсь. Поверь на него Твоим Святым Духом, Господь. Пусть мысли от Тебя придут в его сердце. Пусть его глаза откроются. Чтобы он мог видеть, кто настоящие друзья. Кто на самом деле желает блага для Украины, Господь. И кто желает быть Господь, служителями для этого народа, Иисус. Я благодарю Тебя. И я славлю Тебя. Ты Альфа. И ты Омега. Ты начал все на Украине. И ты все закончишь в славе, в победе и в пробуждении. Аминь. Аминь. Спасибо. Мы так почтены, что со всей Украины люди приехали на эту конференцию. Мы хотим верить, что он будет еще здесь завтра. У нас будет возможность встретиться с другими людьми, которые у нас будут. Вы знаете, это большая возможность. Вы знаете, его объединение. Там есть больше 140 или 160 церквей. Это огромная работа. Это огромная работа Божья. Учитывая, что все харизматические направления в Украине начались 5-7 лет тому назад. И за такое короткое время, 160 церквей, you know, в одном объединении за 5 лет, это только Бог. И то, что меня смиряет больше всего, то, что Бог объединяет всех нас в едином. Мы абсолютно едины. Мы абсолютно одни. И это потрясающе. Аминь. Поэтому мы рады, что ты приехал, Леонид. И что мы можем иметь такое чудесное время вместе с Доктором Д.Л. Осмором. Спасибо. Аминь. Fellowship does not mean that we agree with everybody. Общение не значит, что мы согласны все. Fellowship means we get... Общение значит... Say it again. Общение это не значит, что мы все согласны обязательно друг с другом. Fellowship means... Общение значит... We have enough love... To love you, even if we see things different. Чтобы любить вас, даже если на разные вещи мы смотрим по-разному. See, that's so important. Это очень важно. We can't... We won't... Throughout history... Preachers have never agreed on all of the little details of the Gospel. Проповедники никогда не соглашались друг с другом по поводу всех незначительных фактов Евангелия. And you won't in the Ukraine. И вы не будете соглашаться друг с другом и в Украине. But we come together at the cross. Но мы приходим вместе, как рифтур. We come together under Jesus. Мы приходим вместе к Иисусу. We believe in the blood of Jesus. И мы верим в кровь Иисуса. We believe in His resurrection. Мы верим в Его воскресение. These are the fundamentals. Это фундаментальные вещи. We believe in the Holy Bible. Мы верим в Святую Библию. But then we agree for friends to differ. И затем мы согласны с тем, что на какие-то вещи мы смотрим по-разному. And we talk to one another. И мы говорим друг с другом. If we don't agree, we don't argue. We say, that's interesting. That's a view I never thought of. I don't agree with that. But that's interesting. But we're one in Christ. Едино в Христе. Hallelujah. It's got to be that way. It's got to be that way. Mahatma Gandhi, founder of modern India, said this. Mahatma Gandhi, основатель современной Индии, сказал однажды. If you Christians wouldn't fight each other. If you Christians wouldn't fight each other. And if you would live like Jesus. И если бы вы жили как Иисус. We wouldn't have any Hindus left in India. В Индии не осталось бы индуистов. That's what he said. Это так. And that's really true. Это на самом деле истина. So let's be full of grace. Поэтому давайте будем полны благодати. Full of love. Полны любви. And have fellowship. И иметь общение. Украина приходит к новому начало. В новом тысячелетии. Мы должны быть едины. Это не означает, что мы согласны по поводу всех наших учеников. Но у нас есть благодать в любить других, даже если они не согласны с нами. До тех пор, пока мы все соединены с Богом через Христа. Right? Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Yes. See, I've spent all my life on an interdenominational platform. Я провел всю свою жизнь на платформе служа разным деноминациям. Every crusade we've ever conducted. И на всех евангелизациях, которые мы проводили. За 55 лет. Has been all the churches. Были все церкви. Баптисты. Баптисты. Пресвятериане. Пресвятериане. Пенетосты. 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 Методисты. 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 Адвентисты седьмого дня. Все. All kinds. Самые разные. I love it. Мне это нравится. Но мы согласны по поводу Креста Иисуса Христа. Аминь. 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 We're going to have to be patient now. Сейчас мы должны быть терпеливы. As we exit the building. Когда мы выходим из этого здания. The tables are set up out there. Столы там расставлены, да? Not out there. Before the entrance. Oh. Before the entrance. Before the exit. Don't push and fight. There's enough for everybody. You don't have to worry. And so don't be ugly and push. Поэтому не толкайтесь. Не распихивайте друг друга. Будьте терпеливы. Prefer one another. And get your package and go stand on the land. Берите свой пакет с книгами. Выходите на улицу и вставайте. We're over here. I want to need you to stand it right here. That's good. To be continued. To be continued. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok